Музыка Здравствуйте, уважаемые телезрители! Благодаря неожиданному потеплению в начале апреля, в этом году мы вышли работать на наши участки намного раньше. Но сейчас тепловой режим несколько ухудшился, но в то же время он пришел в обычную средне-многолетнюю норму. Поэтому, несмотря на это, предлагаю активизировать наши полевые работы. Что же нам предстоит сделать в эту субботу-воскресенье? Музыка Прежде всего заглянем в сад и обратим внимание на черную и красную смородину. Ну, дело в том, что сортов мы выращиваем достаточно много, особенно у черной смородины, и они по-разному сбрасывают листья. Вот, например, этот сорт смородины уже листья сбросил. Кстати, выглядит великолепно, почки уже набухли, и в настоящее время нет необходимости убирать листья. Здесь все чисто. То есть, эту уборку я сделал осенью. Красная смородина. Лист, как видите, находится на ветвях, и когда они упадут, это неизвестно. Советую ускорить данный процесс. То есть, вы берете аккуратненько с помощью руки, сбрасываете листья вниз. Ну, а далее лист мы должны собрать. Для этого предлагаю использовать вот такую очень удобную пластиковую мини-грабли. И мы аккуратно собираем сброшенный лист. Как его использовать, я уже об этом говорил много раз. Идеальный вариант в парник. Вместе с биотопливом, значит, все это затем перегняет, то есть с навозом. Ну, если у вас нет парника на участке, можно использовать компостную яму. Или же, значит, закопать гряду. Сжечь лист. Это самый крайний и нежелательный, на мой взгляд, вариант. Следующая операция – это побелка или подбелка штампов. Побелка, если штампы с осени не белили, а подбелка, если вы белили. Вот на нашем участке полукультурка малинка – это бурятский сорт. Вот так на сегодня выглядит. Осенью я делал побелку. Сейчас, конечно, она нарушена в значительной степени. Но обратите внимание, нигде нет растресковшей коры. То есть, конечно, сорты у нас бурятские, все, в основном, бурятские сорта устойчивые. В данном случае малинка к раскрескиванию от зимних ожогов. Ну и сработало то, что светлая окраска, она отталкивала лучи, не способствовала перегреву коры. Так что этот прием очень эффективный. Всегда советую проводить с осени. Сейчас мы с вами должны провести подбелку в этом случае. Ну, варианты самые разнообразные. Вы можете сделать свой собственный. Глина, например, с песком. Но сейчас в этом особой необходимости я не вижу. Недорогие смеси уже продаются. Вот подбелка садовая. Один вариант фирмы «Авгус» и второй. Здесь добавлены специальные препараты для уничтожения болезней. И на, допустим, на коре. И я думаю, что эти побелки, они достаточно эффективны. По крайней мере, последние годы на участке я именно их и применяю. Значит, мы разводим в небольшом количестве воде в любой емкости. И любой старой кистью проводим эту операцию. Значит, правильно делать всегда сверху. И нужно как можно больше поберить скелетные ветви. Вот, например, центральный штамп и скелетные ветви. Благодаря этому мы защищаем кору от весенних солнечных ожогов. Как известно, солнце у нас в Бурятии очень яркое. Так что, уважаемые садоводы, в эту субботу и воскресенье обязательно побелите или подбелите штампы всех ваших деревьев. Включая и такие декоративные, как, например, черемуха и дикое сибирское яблони. После сада обратим внимание на теплицу. Я надеюсь, на каждом участке в районе Оланды и в пригородной зоне теплица имеется. Они разные, но простая поликарбонатная теплица под названием перчина на нашем участке. Ну, она меня устраивает для выращивания томата, перца, баклажана. Если в прошлом году в вашей теплице распространилась оранжерейная белокрылка, это сломый, зловредный вредитель, к сожалению, в тепличном овощеводстве, то, конечно, нужно ее продезинфицировать с помощью специальных шашек, которые, в принципе, можно приобрести в наших магазинах. Но если этого не было, как в нашей теплице, два года сподряд уже не делали никакой обработки. Теплица, будем говорить, чистая, поэтому сразу ее надо использовать. До того, как мы высадим сюда перец, баклажан, допустим, и томат, ну, или огурец, если вы выращиваете, ее можно использовать и для других целей. В частности, вот эксперимент первый год взял в каркас с адеми, вот такой пластиковый, шириной до 70 сантиметров, длину 4 метра. Использую нетканый укрыной материал. Ну, то есть, внутри самой теплицы я сделал еще мини-тепличку. И здесь, чтобы не занимать окна в доме, часть рассады перенес. Ну, прежде всего, конечно, более холодостойкий лук, это рассада лука Exhibition в контейнере. И она будет высаживаться непосредственно в открытый грунт, возможно, под нетканый и клюной материал, ну, я думаю, к 10 мая. Для получения более крупных луковиц, килограмм и более, тогда применять нужно пикировку. Вот второй год я это делаю. Вот, спикировал, значит, вот такие стаканчики, это, в принципе, помидорные стаканчики. Ну, сейчас он прижился, ну, неплохо себя чувствует. И здесь он будет находиться, я думаю, ну, до 20 мая, может, до 25-го. То есть, при наступлении устойчивой теплой погоды, прямо из стаканчиков высажу сразу мощные растения. И в порядке эксперимента изучают другие стаканчики. Вот мне понравились торфяные стаканчики вот такого объема. Если тот имеет объем примерно 200 мл, то здесь, ну, я думаю, где-то 150, но для лука Exhibition вполне нормально. Чувствует себя хорошо. Вот 20 растений в пластиковых стаканчиков, 20 в торфяных. Таким образом, это примерно на полтора квадратного метра. Ну, здесь у нас будет высажено 7 растений томата. Вот я сделал перевалку, из меньших горшков, значит, пересадил в большие. И вот сейчас они вот так выглядят. Высаживать пока их еще на постоянное место, я думаю, рано. Малиновый звон гибрид, очень нравится для такой невысокой теплицы. И испытываю еще два. Это государь и бабушкин поцелуй. И также в порядке эксперимента впервые распекировал рассаду томата для открытого грунта и разместил здесь. Поскольку было очень тепло, я рискнул. Но сейчас приживается, я думаю, что все будет нормально. Хотя в комнату густой выглядит получше, но с другой стороны у нас, как известно, окна и подоконники не резиновые, поэтому все там не разместишь. Наконец, можно использовать до высадки основных культур гряды и для получения ранней зелени. Очень хочется покушать в начале мая, ну или к 10-15 мая ранние овощи. Вот у нас уже здесь сходит посеянный рядами редис. У нас сорт с очень красивым названием Анжелика. Затем я посеял еще сорт листового салата и два сорта укропа. Таким образом, до высадки основной культуры у нас будет уже определенный получен здесь урожай. Так что в эту субботу и воскресенье, уважаемые огородники, наведите порядок в своих теплицах, посеите промежуточные культуры. При этом я вам советую поливать их той же водой, которая находится здесь в теплице. Она будет иметь такую же температуру. Технологии Агротекс на защите вашего урожая. Укрывные материалы Агротекс создают оптимальный микроклимат для роста и развития растений. Укрывные материалы Агротекс защищают растения от перепадов температур, позволяя получить экологически чистый урожай с ранней весны до глубокой осени. Инновационный препарат БМ устранит все запахи и отходы. Спрашивайте в магазинах города. Препарат Биогумус БМ для активного роста. Спрашивайте в магазинах города. Тачный сезон не за горами. Покупаем все к сезону с нами. В торговых центрах Абсолют. Семена от полутора рублей. Почвогрун 5 литров от 35 рублей. А также в продаже. Грабли, лейки, укрывное полотно, тачки, шланги поливочные. На даче порядок и в доме уют. Семейный бюджет бережет Абсолют. Лучший помощник в борьбе с грязью – мойка Бош. Моем быстро и без устали. Стены дома, дорожки, машины. Купи свой Бош. Забудь про грязь. Компания «Кристофер» представляет все самое необходимое для сада вашей мечты от «Керхерс». Планировали новый телевизор. Соседка посоветовала кредит подешевле. Специально для пенсионеров. В Восточном экспресс-банке платеж небольшой. Теплицу собрали. А я кредит на путевку брала. Прямо рядом с домом. И обслуживание понравилось. Кредит для пенсионеров всего за 1745 рублей в месяц. Восточный экспресс-банк. Пока мы еще не начали посев овощных культур, советую вам разобраться с грядами. Но дело в том, что основной вид гряды на наших участках – это земляная. Она имеет существенный недостаток. Вы представьте себе, 3,5 метра промерзает у нас за зиму. И этот холод идет снизу вверх. Пока оттает эта почва в верхнем слое, значит выходит время. Вот собственный опыт показывает, что применение, особенно деревянных, значит гряд так называемых, значительно ускоряет появление всходов овощей. Вот на этой грядке, по сравнению с земляной, всходы лука, чеснока и моркови появляются как минимум на 3, иногда на 5 дней раньше. За счет чего? За счет того, что теплый воздух, гряда у нас приподнята, сбоку начинает нагревать землю. И все-таки в конце апреля, в начале мая у нас уже температура может достигать днем и до 20 градусов. И это срабатывает. Нагревается почва внутри гряды. Здесь начинают раньше работать микроорганизмы. И за счет этого, повторяю, раньше появляются всходы. А что очень важно для нашего короткого забайкальского лета. Идеальный вариант, конечно, это гряда из лиственницы. Вот здесь, обратите внимание, гряда. Это лиственница на 18, пятерка. Вот это лиственница на четверка. Ну, в принципе, на четверке мы можем даже сэкономить. Так что это хороший вариант. Кто-то применяет плоский шифер, но не очень эстетично. К сожалению, он ломкий. То есть при не очень таком бережном обращении с ним можно вломать эти гряды. Но лиственные гряды – это все-таки самый лучший вариант. В настоящее время и дешевые варианты появляются. Вот такая пластиковая пленка плотная. Она даже при ставлении зимой не лопается, не ржавеет, не гниет. 20 сантиметров вполне достаточно. То есть вы закапываете свою земляную гряду примерно на 5 сантиметров. У вас 15 остается еще снаружи. И за счет этого, опять же, будет прогрев воздуха. Использовать можно колья и натянуть прямоугольной формой. Можно круглой формой сделать. Эта пленка прекрасно подходит и для, например, изготовление различных цветочных клумб. При этом хочу отметить, что есть самые разные варианты по окраске. То есть я видел и желтые, и оранжевые, и синие. Таким образом можно сделать красивый такой вид на вашем участке, даже благодаря использованию вот этих цветных огораживающих пленок. Ну и, наконец, еще одно преимущество так называемых стационарных гряд, это возможность менять культуры в рамках овощного севоборота. Вот, например, в этом году я здесь выращивал томат, в следующем году морковь, далее капуста и так далее. То есть на своем чертеже в тетрадке обязательно фиксируйте, где какие культуры выращиваете. И золотое правило, не более двух лет на одной грядке одна культура. Потому что накапливаются специфические болезни, вредители. И еще есть такое нехорошее явление, как односторонний вынос микроэлементов одной и той же культуры. Так что, уважаемые огородники, еще раз зайдите на свой участок и подумайте, как сделать стационарные постоянные гряды. Ну а из какого материала, это уже выбор за вами. Много интересных вопросов, уважаемые телезрители, я нашел на своей страничке, и сейчас я на них отвечу. Так, Наталья спрашивает. В теплице на перцах нижние листья, не меняя краски, начинают подвидать. Затем увядание распространяется на весь вкус. Прочитала, что это болезнетворный гриб вертицил. Подскажите, как с ним бороться? Ну, во-первых, надо уменьшить влажность воздуха в теплице, поскольку действительно этот гриб развивается при повышенной влажности и поражает многие культуры. Во-вторых, вы можете провести профилактическое опрыскивание любым медьсодержащим препаратом, например, хом, то есть хлорукостью медью. Или специальным препаратом для уничтожения грибных болезней. Повторяю, профилактическое. То есть, не когда болезнь появилась, а уже до этого. Наконец, почва наверняка у вас заражена, поэтому есть два способа. Кардинальный способ. 30 сантиметров. Грунта нужно убирать и менять. Но это очень дорого и достаточно сложно сделать. Поэтому я всегда предлагаю осенью при сильном заражении почвенного грунта в теплице применять хлорную известь. 150 граммов на квадратный метр. Но только осенью. Сейчас, к сожалению, это сделать нельзя. Вопрос от Александры. На нашем участке Саванцовая почва узнала, что на ней нужно провести гипсование. Но где взять природный гипс? Можно ли применять строительный гипс? И какие еще существуют способы улучшения такой почвы? Действительно, в районе Улан-Удэ, особенно на левом берегу, встречаются у нас почвы с PH выше 7, то есть 7,5, иногда 8. Но правильно их называть не солонцы. У нас солонцовых почв практически в Бурятии нет. Это солончаки. Как разновидность корковые солончаки. Действительно, соли очень вредны для растений. И практически нет таких культур, которые бы прекрасно себя чувствовали на наших участках, вот на таких почвах. Поэтому можете применить строительный гипс. Но из других методов это более обильные поливы, чтобы промывать соли вниз. И, наконец, постоянное применение перегноя. Ну, а самый кардинальный способ удаления всей этой почвы на гряде, дренаж из щебенчатого камня. И, значит, завоз новой земли. Ну, это как минимум 30-40 сантиметров. Это очень дорого, тяжело, но некоторые огородники, садоводы это делают. Следующий вопрос от Надежды. Только сегодня купили дом, с чем я вас и поздравляю. Естественно, не успела посадить рассаду. Подскажите, какие культуры я успеваю еще посадить на рассаду? Ну, согласно моего агрономического календаря, если у вас его нет, вы можете приобрести его в магазинах сады. В частности, на Кирове 19 я еще видел. Осталось нам посеять такие культуры, как в конце этой недели цветную капусту, краснокочанную капусту. На следующей неделе белокочанную среднюю капусту для квашения, недлительного хранения. И в начале мая арбуз, дыню, кабачок, тыкву, овощную, кукурузу. Ну, и некоторые культуры. В календаре все это имеется. Валентина спрашивает, скажите, когда можно высаживать саженцы черной смородины в сад? Ну, вообще, традиционные сроки у нас примерно 5 по 15 мая. Все, конечно, будет зависеть от погодной условий. В этом году весна началась очень рано, но сейчас похолодало. Тем не менее, 26 апреля Менсихоз в городе на нескольких площадках проводит ярмарку. Там будут в том числе и продаваться саженцы плодовой ягодной культуры. Советую вам все-таки приобретать бурятские сорта. Они более устойчивые, особенно к зимним условиям. И дают стабильные по годам урожаи. И, наконец, завершающий вопрос от Натали. У меня трехлетняя дикая яблоня. Второй год на ней скручиваются листья, паутина и зеленые червячки появляются. Чем и когда нужно обрабатывать, чтобы их не было? Ну, во-первых, спасибо, что вы выращиваете дикую сибирскую яблоню. Ее можно использовать как декоративное дерево, например, у входа на участок в полисаднике, либо в качестве подвоя, на котором можно привить несколько, ну, допустим, три сорта яблони. Что тоже очень интересно. Ну, а в данном случае у вас моль-листоверка. Она поражает и культурную яблоню, и дикую сибирскую яблоню. Проблем с ее уничтожением нет. Хороший препарат, типа искра золотая, хороший современный опрыскиватель. Обрабатывайте либо до цветения яблони, лучше это сделать, либо сразу после цветения. И у вас этого вредителя не будет. Благодарю за вопросы, продолжаю ждать их от вас. В завершение еще раз напоминаю. То, что в эту субботу и воскресенье мы выходим на Часки, несмотря на, пусть даже не совсем хорошую погоду, это обязательно. Но не забываем выращивать и овощные культуры, и ухаживать за рассадой. Всего вам доброго, на встречу на следующей неделе. Технологии Агротекс на защите вашего урожая. Укрывные материалы Агротекс создают оптимальный микроклимат для роста и развития растений. Укрывные материалы Агротекс защищают растения от перепадов температур, позволяя получить экологически чистый урожай с ранней весны до глубокой осени. Луга Яравны – красивый газон для сибирского климата. Спрашивайте в магазинах Садем. Садовые центры Садем. Теперь на Кирово, Бурводе и Восточном. Продолжение следует... Свой Бош. Забудь про грязь. Компания «Кристофер» представляет все самое необходимое для сада вашей мечты от Керхер. Планировали новый телевизор. Соседка посоветовала кредит подешевле. Специально для пенсионеров. В Восточном экспресс-банке платеж небольшой. Теплицу собрали. А я кредит на путевку брала. Прямо рядом с домом. И обслуживание понравилось. Кредит для пенсионеров всего за 1745 рублей в месяц. Восточный экспресс-банк. Редактор субтитров А.Семкин.